Приветствую, друзья! Это мой гость и моя ученица. Она доктор, и она специалист, уже подготовленный по методу Круч. Она сама всё расскажет, кто она, что она, чем занимается. Я поэтому предоставляю ей слово. Как, Флюра, начинайте, потому что это будет всем интересно. Она прошла у меня подготовку специальную по всем параметрам, как положено, и присылала видео, и мы с ней общались, и так далее. И вот, чем она занимается. Расскажите, пожалуйста. Конечно, расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Я долго хотела встретиться с Хосеем Магомедовичем. Воочию, как говорится. И, наконец-то, он согласился, уделил мне внимание. И я ему очень благодарна. Меньше года, как я познакомилась с методом Ключ. Когда я познакомилась... Я буду мешать, вот давай-давай. Когда я познакомилась с методом Ключ, работая психотерапевтом уже с 2004 года, и владея очень многими техниками, в том числе используя эриксоновский гипноз, работая с подсознанием, я поняла, что эта методика для лечения зависимых, она бесценна. И наш гениальный учитель, Хосеем Магомедович, который... Спасибо, ты мне не палец и ничего не скажешь. Нет, это точно, это точно. Он нашел эту изюминку, он ее как бриллиант огранил, и она засветилась. Этот метод засветился. И я до сих пор удивлена, почему не используют другие психотерапевты эту методику при лечении пациентов. Ведь действительно, очень много психотерапии – это дефицит эндорфинов. Это дефицит эндорфинов, он вызывает и тревожные... Ты расскажи, какие группы у тебя... Да, но я просто хочу сказать, что вот и тревожные состояния, и вызывают депрессии, и панические атаки, и зависимость. Потому что в основе вообще зависимости, которой я занимаюсь и занимается наше лечебное учреждение, является дефицит эндорфинов. Я работаю врачом-психиатром-наркологом уже с 99-го года. 23 года. Потом я прошла психотерапию, и уже 23 года я работаю заведующей реабилитационного центра. До этого я 19 лет проработала терапевтом. Я пришла из терапевтов и пришла прямо в реабилитацию. Потому что, когда я пришла в реабилитацию, никакой реабилитации не было. Была только буква Р. Вообще реабилитации наркозависимых не было. Мы ее поднимали. Я где только не была. Я была в Тольятти, в Самаре, везде. По курпицам собирали. И мы создали такую сложную, многоступенчатую, непрерывную программу в течение трех месяцев. Круглосуточный стационар. 7 подъем, 23 отбой. Дисциплина. 10 нарушений режима выписка. То есть, пациенты на 24 койки, двухэтажное здание. Расписано все по минутам у них. Они работают по программе уже слаженной. Но вот не хватало одного звена. Вот это вот звено, которое благодаря Хасае Магомедовичу, оно как бы явилось миру. А у них зависимость какая у них? У них зависимость наркотическая. У нас сейчас в основном очень много, в общем, 70% наркоманов лежит. 30% с алкогольной зависимостью. И сейчас мы стали брать последние три года с игроманией. Потому что игромания, это, в общем, само развитие игромании, это такое же развитие, как зависимость от психоактивных веществ. То есть, они сами говорят, что они стремятся получить это состояние. Состояние эфории первого выигрыша. Да, потому что они напрягаются, напрягаются. Первого выигрыша. Да, да, да. А потом, если выиграл, то они... А если не выиграл, у него сразу... Стресс. Стресс. Да. И вот это вот скачкообразность стресса, расслабление. Стресс расслабление их раскачивает, и они поэтому отвязаться не могут. Да. И они привязываются к тому, чтобы... получить это состояние, да, и я вот, то есть мы моделируем это состояние, что делает игроман, на самом деле, да, ключ все это дает, и вот я как раз, Хасам Ингдачу, перед эфиром вот этим вот рассказывала о том, как я занимаюсь с ними, я поняла, что прежде всего для того, чтобы, наркоманы это тоже не очень простые люди, надо сказать, вот, чтобы их заинтересовать, надо их удивить, что как это простая методика, так сложно работать, вот у меня есть друзья, которые мастера ТРИС, и там есть Миша, который вот по традициям ТРИС как раз говорит, человек начинает становиться изобретательнее, когда он удивляется чему-то, начинает искать ответы на вопросы, начинает думать, яви человеку чудо какое-то, да, 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 и у него такая, у них появляется улыбка какая-то, да, 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 и я вот последнее еще занятие, значит, вот помню, значит, я индивидуальное занятие провожу с каждым сначала, ввожу в этот метод, да, и последнее занятие, я помню, я говорю, такой мрачный мужчина такой, как бы, весь такой закомплексованный такой, этот, да, по возрасту где-то 45 лет, семья, бизнес, все есть, как говорится, и алкогольная зависимость есть. А вообще возрастные там какие-то? Возрастные от 17 лет, моложе 17 мы не берем, потому что детям нужна абилитация, не реабилитация, им нужно все заново, вот, и до 45-50 лет, у нас даже бывает... А женщины, 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 да, где-то... А кого больше? Больше мужчин, естественно, женщины где-то 30%, 30% женщин, вот, и я ему говорю, подойди к зеркалу, посмотри на себя, я себя не узнаю, у него улыбка, он говорит, я уже давно так не улыбался, и очень много... Он сделал, значит, сначала мы идем моторное упражнение, попробовали, не получилось, значит, сделали мы... Ключевой стресс-тест, да, не получился, да, да, ключевой стресс-тест, значит, мы сняли зажимы синхрогимнастикой, потом помассажировали воротниковую зону, зону захарь-ногеда, хорошо размяли, да, проверили поворот головы перед этим, да, да, все, все, показываем, все, это уже вообще, все уже, как говорится, все уже на рефлексе, да, да, и пальчики отжимаем, и это, и вот после того, как, значит, мы это все сделали, у него руки пошли, да, и он говорит, пошли, пошли, я сам не развожу, они сами пошли, вы мне не верите, я говорю, верю, верю, сели, да, нет, он еще, еще нет, еще нет, еще нет, Он сел, ключевое дыхание, минуту-полторы, волна, думай, о чем думается, какие мысли не откидывай, пусть мысли идут одна за одной, думаем, о чем думается, и когда не будет никаких мыслей, ты остановишься и побудешь внутри себя в своем состоянии, И спросишь себя о том, как я хочу жить трезво, что я должен осознать, что раньше не осознавал, и приходят такие осознания, что даже я вообще сама удивляюсь, не только они Я уже вам рассказывала, что один из пациентов сказал, он живет в сельской местности, мне надо купить трактор, мини-трактор, мне пришло, и пахать землю себе и другим, работать так, зарабатывать, и мне нравится техника, и не надо мне никакой водки Ну молодец, а еще какой-нибудь такой смешной случай Да, но еще, значит, вот, значит, когда вот мы, это, отжимание пальцев, забыла, как методику-то Да, узелки на память Да, узелки на память, это, и я им показала, и это, один из пациентов говорит, а вы знаете, у меня был такой стресс вообще в этом, в ходе лечения, и я, говорит, применила эту методику, и она работает, она действительно работает Я переключился, я переключился, да Ну это зависимая, это уже такая категория Да, и вот игроман тоже, значит, тоже ушел в себя, свое я, соединился с высшим я, все, он там сидит и говорит, ой, у меня сознание пришло, надо жить Я говорю, ты что, раньше не жил? Нет, я раньше не жил, говорит, я только играл А вообще, просто надо даже записывать И что еще интересно, Хосе Магомедович, когда мы это все сделаем, когда они в нулевом состоянии, когда они помечтали, полетали, я им говорю, давайте рисуем Берем пастель, берем листочки, и мы начинаем рисовать Некоторые говорят, я не знаю, что рисовать, вот у тебя рука как идет, так и идет Какой ты цвет хочешь, такой цвет берешь И начинаешь рисовать И они такие рисуют рисунки, вы знаете Просто вообще, а потом я им говорю, вот когда ты смотришь на этот свой рисунок Что ты чувствуешь? Какие у тебя мысли? И они начинают рассказывать о том, что это Что у кого-то там кубик-рубик У кого-то там корабль, да, и моя мечта Вот меняется, Флюра, она такая вот энергичная, потому что любимым делом занимается Проблема в том, что не все врачи своим любимым делом занимаются И поэтому проблемы происходят Поэтому говорят еще, там, писатель от Бога Или спортсмен от Бога Имеется в виду, когда его таланты соответствуют роли в жизни, которую он выполняет Вот у Флюра соответствует А если ко мне приходят с просьбой Можно я буду вашим учеником, чтобы курсы проводить для обучения других людей? Я ему говорю, давай поговорим сначала Потом поймем, сможешь ли ты это делать Потому что я всегда установочную беседу Кое-кто пропадает После одной-двух встреч пропадает Потому что, оказывается, это не его Он даже не понял, о чем речь идет А другая? А вот, например, как Флюра У нас есть такие, как Флюра Кто каким вопросом занимается Да, по методу ключ обучают других людей А вообще ключ для личного использования Поэтому бесплатные ликбезы проводим регулярно Вебинары проводим Сейчас будет вебинар В пятницу Да, приготовьтесь Ну, еще будет объявление А потом будет такая встреча Олены и Шейлы С вами Приготовьтесь, пожалуйста А Флюра Я тебя хочу спросить, коллега, дорогая Что тебе больше всего в ключе понравилось? Вот так прямо скажи Что больше всего понравилось? Больше всего в ключе мне понравилось все-таки идиомоторное упражнение Летать Да И потом упражнение Вот это дрожание Да Тремор Когда пускаешь тремор по телу Да И пробивает именно то место, где И начинаешь Именно то место, которое пробивает Я ребятам тоже проводила это упражнение Делать эти упражнения Которые идут с этого места Вот оно пробило Идет с этого места Делать эти упражнения Это меня моя дочка Шейлы научила Вибрационные Да Вибрационные упражнения И потом садишься Состояние после действия Волна Чуть-чуть ключевое дыхание Изредка Волна И уходит состояние нуля Состояние нейтральное Состояние внутреннего я Душевного покоя внутреннего Соединение с высшим я С высшим ничто Так скажем Вот это бесконечное Да Ничто Да И Вообще Они даже не хотят оттуда выходить Ну время-то у меня тоже Я их вот самую вожу Я говорю А теперь Берем пастель Берем листы И начинаем рисовать И все, что вошло из подсознания Рисуйте и рассказывайте Это вот такой Райков был Который детей гипнотизировал И в гипнозе им внушал Теперь вы гении Вы художники Великие И они лучше рисовали Я с Райковым встречался Потом я понял В чем проблема Оказывается Они могли бы это сделать Просто раскрепостившись Потому что он гипноз их вводил И там им внушал Что они гении Потому что Когда человек сам рисует Он не верит Что он может хорошо рисовать Ну маленький Он смотрит там в музеях Шишкин, Репин, Левитам Вот это гений Да А себе не верит А если ты раскрепостился Как Плюра сейчас Коллега рассказывала Снял нервно-мышленные зажимы Проверил стресс-тестом Ключевым Сделал ключевое дыхание Ключевую волну Раскрепостился Ты выходишь туда Без всякого гипноза А Райков это делал С помощью гипноза Вот же разница Поэтому Флера сказала Учу их саморегуляции Чтоб человек сам мог это делать Выходить на это Эффект такой же И рисует лучше Да, да, да Они даже сами удивляются Что у них помогает Но сейчас еще Хосай Магомедович Еще одно направление Наверное Придется его тоже Это лечение После СВО Приходят ребята С ампутированными конечностями Фантомные боли Рассказывай, рассказывай Я хотел показать Арт-терапию Международной конференции Где я выступаю По арт-терапии Это очень интересно Рассказывай, рассказывай Да, фантомные боли Сон нарушен В общем Снятся вот эти все Бои Спать не могут В общем Вот сейчас уже Наверное пойдут Алкоголизируются На фоне Этих расстройств Пост-травматические Стрессовые расстройства У тебя работа прибавится Да И по всей вероятности Такие ребята Будут И уже есть Такой один человек Который обращался Но пока он Находится на этапе Протезирования Конечности Я понял Но я тебе потом Подскажу Еще варианты Да, да Потому что если мы Постоянно каждый день Работаем Да, так что Быстрые варианты Для реабилитации Подскажу Да Эти ребята Тоже К нам придут Вот И мне очень нравится Заниматься По этой методике Я и сама живу По этой методике А что ты А как Вот я иду Например на работу Да Я делаю Я синхронно Шагаю И у меня Эндорфины идут А как ты Я осознаю Потому что я осознаю Свои движения Осознанно И я уже чувствую Что у меня Прямо вот Давайте об этом В следующий раз Расскажешь На расстоянии Мы с тобой Встретимся Ты будешь у себя Я у себя Мы с тобой В интернете Встретимся И ты еще раз Расскажешь Ладно Да, хорошо Хорошо Вот это будет интересно Так что друзья Хочешь свой адрес Скажи Если ты хочешь Чтобы к тебе Обращались Но если Хотят ко мне Обращаться Пусть Пишут Вам В комментариях А я на них Буду выходить Сама Давай И оставляют Свои телефоны Хорошо Молодец Я думаю Я думаю Так лучше Только пожалуйста Учти Я когда смотрю Свои ролики Кто мне пишет Комментарии Я всем ставлю Сердечки Независимо от того Какой комментарий Предложение Там Критика Какая Или вопрос Какой Не важно Я отмечаю Сердечком Что я Видел Комментарии Лично читал Поэтому Если ты там Увидишь Сплошь Сердечки Это не значит Что все Хорошие вопросы Задают Да понятно Когда появляется Твой пациент Какой Человек больше Хомофутурс Только За матерщину Блокировать А какие То глупости Писать Пожалуйста Пишите Как говорил Петр Первый Чтобы Дурь всякого Видна была Пожалуйста Но мне Этих людей Очень Жалко Вместо Того Чтобы Приложить Чтобы я Там Помощь Оказал Помощь Ну нормальный Человек В хорошем Состоянии Гадости Не делать Я хочу Чтобы Это знали Он просто В стрессе Он в стрессе Просто Его надо Пожалеть Его надо Пожалеть Коллега Вот почему Вот почему Мы понимаем Друг друга Да Правильно Потому что Она правильно Говорит Человек Сотрудничество Сопереживательность У врача Должна быть В первую очередь А иначе Как Итак Друзья Пишите В комментах Флюра Мой коллега Посмотрит Тоже Увидит Эти сердечки Несмотря на них Она вопрос Прочитает И ответит Вам Кто хочет К ней Засоветовать Обязательно Отвечу Спасибо Друзья Спасибо 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 Ты клятву Любократа Выполняешь Молодец Спасибо До встречи